В моей голове ты либо бьонсей, либо ты бомж. Да, в смысле, кто-то может быть лучше меня. Но, как бы, когда это все закончилось, оно, конечно, меня очень сильно расстроилось. Такая, думаю, ну все, кто говно. Я хочу постоянно быть удобной для людей, чтобы я им нравилась. Я хочу, чтобы каждый занимался тем, что им нравится, и зарабатывал на этом то, что он достоин зарабатывать. Вот никому президенту. Все над ней ржали и говорили, ой, да что за песня вообще, ни о чем. У меня была настолько абсолютно уверенность в том, что эта песня хит, меня невозможно было переубедить. Друзья, всем привет. Меня зовут Лена Плотникова, и вы на моем канале, где обычно я показываю бизнес и профессию русскоговорящих ребят в Америке. И сегодня мне хочется поговорить о музыкальном бизнесе, как молодому артисту, сонрайтеру начать зарабатывать в Лос-Анджелесе. И для этого я пригласила в гости артиста, сонрайтера, певицу Энди Дарлин, о которой всегда речь заходит, когда говорят в русскоязычном комьюнити о сонрайтерстве, о написании песен. Именно она помогала с треками Саши Белэйр, Марине Мандилко. И, кстати, Энди уже открыла агентство, где собрала целую команду сонрайтеров. Как ей это удалось и какие пути развития молодых артистов существуют в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, мы поговорим позже. Ну а для начала подпишитесь на этот канал. Это не просто слова, это очень сильно помогает для создания все новых и новых видео. Подпишитесь на мой телеграм-канал, на мой инстаграм. И буду очень благодарна, если вы воспользуетесь кнопочкой «Спасибо», она находится прямо под видео. И внесете свой вклад в создание все новых и новых видео для вас. Ну а теперь поехали! Настя, привет! Ты один из идеальных героев для моего канала, потому что, если посмотреть всю твою жизнь, я слежу за тобой в инстаграме немножко, и видно, что ты занималась, вообще была музыкальным человеком, занималась музыкой чуть ли не с детства. И ты пронесла это все в твою взрослую жизнь и достаточно хорошую карьеру, на мой взгляд, складываешь здесь, в Лос-Анджелесе. Но, знаешь, как я люблю, но так было не всегда. Посмотрите, я до и после. То, что ты там раскопала. Да, ты жила до Америки, еще и в Чехии, я удивилась, в Сеуле. И, собственно, сначала приезжала в США, сейчас ты уже живешь на постоянке здесь. И у тебя был очень хороший, мне кажется, очень хорошая площадка для развития в России. Знаешь, как многие же артисты развиваются в России, собирают свою аудиторию, это легче. Все знакомо, среда знакома, не нужно вливаться в новое, узнавать, как это все работает. Ты участвовала в шоу «Песни», например. Я несколько интервью посмотрела на радио. Радио достаточно крупное в российске. И можно было, знаешь, на этом продолжать и остаться с этой карьерой в России. Скажи мне, почему ты это не сделала там? Потому что о тебе в России не так много известно, чем в том же Лос-Анджелесе сейчас. По интуиции. Я, когда жила в России, мне просто внутренний голос говорил «Настя, Настя, Настя, надо уезжать, надо уезжать, надо уезжать». И вообще, в принципе, то, что я находилась в России, это было очень не запланировано, потому что я эмигрант уже 10 лет, получается. И то, что я поехала в Россию, и там вообще была, и весь успех, который случился, спасибо Боже, это было все максимально не запланировано. Я просто приезжала в Россию, чтобы продлить визу в Америку. Все сделать визу в Америку, и все. А потом просто произошел успех, произошли шоу, и я решила попробовать, как же это строить карьеру музыкальную в России. И у меня действительно хорошо это получалось, и мне очень нравилось. Ну, были, конечно, моменты, которые меня настолько прибивали, настолько мне были некомфортными, что я понимала, что я нахожусь не в том месте. И этот внутренний голос меня прям по ночам будил. Это было настолько, я могла ночью проснуться, так и убежать. Да ладно. Очень. Что тебе было некомфортно просто находиться среди, ну, вступать в российский какой-то шоу-бизнес? Или ты нормально себя чувствовала, просто хотела, понимала, что у тебя масштаб намного больше, чем просто ограничиваться одной страной? Это было, получается, уже практически три года назад, поэтому мне тяжело прямо вспомнить, что именно побудило меня на тот момент уйти. Ну, я помню в теле ощущения, я помню ощущения, что просто вот паника, просто надо уехать, просто ты находишься не там. У меня было такое же ощущение, когда я работала в 20 лет с 9 до 5 на ивенпланинговое агентство здесь в Америке. То есть была клёвая компания, и у меня была хорошая должность, всё было классно, но было ощущение, что я просто умираю. И то же самое было в России, и мне это тяжело объяснить, это как бы рационально очень сложно. Я могу, конечно, там сказать, ну, вот это не нравилось, то не нравилось, но в Америке мне тоже, допустим, не 100% всё нравится, но я здесь чувствую, что вот да, вот просто да. Да, ты на самом месте. Да. Сейчас скажи. Давай введём немножко в контекст людей. Я сказала, да, что ты занималась музыкой вообще из детства, то есть это на протяжении всей твоей жизни идёт, и почему-то мне очень интересно, что ты продолжаешь гнуть свою линию, тебе нравится этим заниматься, и ты на этом строишь дальше своё развитие, чтобы и зарабатывать, знаешь, и команду какую-то строить и так далее. И поэтому я просто обожаю таких героев, я у них учусь, выстраиваю свою жизнь так же. Но ты ездила в Чехию учиться, ты там, как и я, моя коллега, да, можно сказать, окончила жульфак. Да, здравствуйте, коллега. И я так поняла, что всё равно ты хоть и занималась музыкой, но сначала это было как хобби, как фон. И шло, в какой момент ты поняла, что это моя профессия. Не просто развлечение, а всё, я этим занимаюсь настолько серьёзно, чтобы зарабатывать только с этого и вести дальше свою жизнь. Я родилась с идеей фикс, что я буду певицей. Ну, то есть я не помню себя никогда, чтобы я хотела что-то другое в жизни. Как будто вот это так было изначально, знаешь, как персонаж в Sims создаёшь, и такая, вот этот будет заниматься вот этой профессией. И мы его нарядили и посадили всё, а ты будешь, короче, вот по такому идти пути. Там же, по-моему, выбираешь им судьбу. Мне никогда не играла в Sims, но я... А, ну там есть такая тема, можно сразу выбрать, типа, чем будет заниматься персонаж. Вот как будто меня как в Sims'е сделали, если честно. Такой счастливый человек из-за этого можно тебя назвать. Потому что очень много людей, особенно здесь, сколько-то встречалось здесь людей, которые не знают, чего они хотят, чем они хотят заниматься. Да, в принципе, да, наверное, особенно эмиграция это подсвечивает, когда люди прям не понимают, что делать, да. Да, получается, что, да, счастливый человек, но именно поэтому я пошла учиться на журналиста, потому что я настолько знала всегда, что я буду певицей, когда у меня и голоса не было, и песни я не писала. То есть я настолько просто знала, что я шла и придумала себе голос, и научилась писать песни. То есть я просто знала, что это все мне нужно будет делать, и я не могу сказать, что я родилась с каким-то невероятным голосом. Я просто имитировала постоянно артистов, и всем говорила, что я буду певицей. Все такие говорили, в смысле? Ты никак не петь не умеешь. Я такая, нет, нет, нет. Я прям старалась-старалась, и в 9 лет, когда я уже сымитировала Шакиру, и все офигели, они такие, ну да, получается, певица. И я такая, ну, вообще-то да. И поэтому мне было очень важно, когда мне было вот 17 лет после школы, мне важно было себя попробовать в чем-то другом, потому что я настолько всегда знала, что я певица, я композитор, я артист, а могу ли я еще что-то? То есть, знаешь, может быть, это эго было какое-то, а может быть, просто любопытство, на что я еще способна. И поэтому я пошла в журналистику, в медиа, и работала в ивент-плейнинговом агентстве, я и в туристическом агентстве работала, официанткой очень много где работала. Но это все было где-то вот в 20 лет, до 20-20. Ну, ты как будто это несерьезно рассматривала, получается? Нет, нет, я просто это пыталась, просто пыталась себя окунуть в среду себе некомфортную, чтобы просто убедиться, что я ничего не хочу в жизни делать больше, кроме музыки. Офигеть, это такое, ну, очень интересное мышление, что, чтобы понять, что все правильно, я чувствую все правильно, пойти и попробовать себя в разных сферах. Да. Ну, просто, знаешь, мне кажется, когда ты... Я впервые просто с этим сталкиваюсь, знаешь? Да? Вот так люди рассуждали. Просто мне было страшно, что вдруг, вот я решила, да, что буду заниматься музыкой, и все так идет, а вдруг, когда мне исполнилось там 35 лет, обсела и такая, вообще, я всегда хотела быть фигуристкой. Понимаешь, я не хотела такого, то есть я хотела точно понять, что еще в жизни можно делать, в каких странах можно пожить. Поэтому я жила в Азии, в Европе, в Америке. Я должна была попробовать все, чтобы потом уже приехать в Лос-Анджелес, понять, что это мое место, заниматься музыкой и понять, что все это мое занятие, что это мой выбор, поняла? Что это не потому, что мне так сказали или я такой родилась, я сама выбрала. Да, я такой родилась, но я потом развернулась на 360 градусов и сама потом выбрала это. Понимаешь? Понимаю. Еще мне очень понравилось, что ты сказала, я не могу это объяснить, потому что это в теле у меня были какие-то импульсы, которые ты правильно считывала. Потому что мы вообще по большей части не отслеживаем, что нам говорит тело. А я чем больше погружаюсь вообще в изучение себя, психологию и так далее, тело нам чаще, часто первичнее, чем тебе дошло до мозга. Только ты не понимаешь, что у тебя эта рука условно заболела сейчас не потому, что ты ударился, а потому что тебе просто тело что-то подсказывает. Я сейчас, может быть, грубо говорю. Сто процентов. Но мы же начинаем сразу рационализировать, что-то выбирать, сомневаться, не доверять себе. И в этом плане Меша, это муравки, знаешь, я такая, блин, я просто учусь слушать свое тело. Класс. А мне очень многие подсвечивают, что, ну, там, я тут так создана, там, по всем рождениям и так далее, что у меня, наоборот, у меня все тело знает. А я вообще, вот я чисто его ставлю на нем кретос. Я такая, мы сейчас взвесим плюс и минус. И ты так ломаешься, ну, то есть ты в итоге приходишь в точку Б, только ты мог бы вот так, а ты вот так в нее идешь. Да, тело это вообще древняя штука, оно все знает за нас. Важно с ним коммуникацию настроить. Но у меня, допустим, связь с телом есть хорошая, и она усиливается, и она настолько сейчас усилена, это возвращаясь к тому, что мы обсуждали до камеры, к проблемам со здоровью. То есть у меня настолько тело чувствительное ко всему, ко всему окружающему меня, что сейчас у меня проблемы за здоровьем, из-за того, что я, допустим, границы где-то не устраиваю, определенные вещи не делаю в жизни, а тело его так бесит это. Оно из-за этого у меня, короче, по телу много ранок и пятен. Прямо жутких, да. И сложно, знаешь. То есть как бы клево, да, что я хорошо общаюсь с телом, и, ну, оно у меня настолько бывает такое прямо, прямо хочет дать понять. Нет, короче, вот тебе надо вот так делать. И если я, не дай бог, не догоняю, просто у меня вот 20, я не знаю, доктора не знают, что это такое. Это у меня то ли псориаз, то ли дерматит, но у меня тут, короче, ранки. Ну, это ты считаешь, что это из-за того, что ты даешь условным обстоятельствам и людям поступать так, как ты не хотела бы, например. Что поступали с тобой, или там не сразу говоришь, как с тобой нельзя, или в чем это выражать? Почему ты думаешь, что это происходит? Я думаю, что у меня долго не были обозначены границы в моей жизни. То есть я хочу постоянно быть удобной для людей, чтобы я им нравилась, знаешь, такие вещи. То есть мне хочется постоянно делать вещи для людей, чтобы, ну, знаешь, это как бы кажется, ой, я много так делаю вещей для людей, а на самом деле я их делаю, просто мне говорили, какая хорошая. Вот, из-за этого я не расчищаю какие-то свои границы, понимаешь? Я позволяю людям и самой себе заходить, ну, как бы... То есть не то, чтобы у меня есть свое поле, у тебя есть свое поле, мы взаимодействуем в общем поле, да? У меня получается, что такое слияние идет, я не расчерчиваю границы, люди просто входят в мое поле, и я из-за этого выгораю, мне становится плохо, понимаешь? Просто потому, что я хочу быть какой-то удобной и хорошей. То есть вот это быть хорошей, у меня настолько сильное было всю жизнь, что вот где-то последний год я над этим работаю, и сейчас прямо активно усилена, что, ну, тело просто устало. Он такой, ты меня заебала. Типа, можно подумать обо мне? Можно мы о Настеньке подумаем? Давай, короче, ты будешь сукой, но зато мы не будем болеть. В связи с этим у меня вопрос, что... А тебе не кажется, что желание быть артистом... Ну, как бы, у меня мысль сразу, что ты такая, я хотела с детства петь, мне говорили, у тебя нет голоса, там, ты не можешь писать песни, кто-то вообще... Какая певица? Что ты его думаешь? Говоря. А ты не думаешь... Ну, во-первых, для меня ты артист, не просто, понимаешь, певица, вот целый артист. Потому что я видела, как ты выступаешь, это не просто вышло, и вот красивый голос. Нет, у тебя есть перформансы, люди, возможно, даже не слышат, что ты поешь, о чем ты поешь, но они вот считывают твою энергию, картинку и так далее. Я, по крайней мере, так по себе сужу, потому что я видела, как ты выступаешь. И не кажется тебе, что вот желание быть артистом, желание быть певицей, это и желание всем сказать, что, посмотрите, я молодец, что это первичнее, чем желание создавать какие-то песни, например, хорошие песни, доносить свои мысли. Я думаю, что... Да. Я думаю, что в определенной долгую часть своей жизни это именно было посмотрите на меня, посмотрите, какая я клевая, смотрите, я лучше всех. Было, да, сто процентов было, особенно в подростковом возрасте, когда важно это ощущение, что ты особенный, ты не такой, как все. Мы все через это проходим, и мы по-разному все проявляемся, да. У меня это была музыка и всегда мода, то есть мне важно было, чтобы я вот выглядела определенно, да, как говорила Риана, типа, you can beat me, but you cannot beat my fashion, you cannot beat my outfit. Вот, то есть мне вот это важно, типа, как я выгляжу и моя музыка, да, это то, что меня делает суперособенной. Потом сейчас я тоже пыталась понять, а сейчас я делаю музыку для того, чтобы опять всем заявить, какая я пизда-то, а сейчас мне как будто уже не так даже важно, то есть насколько я классная, насколько мои одноклассники с Ростова будут смотреть, ну, как она молодец. Раньше это явно был мотиватор для меня, мотивация. Сейчас мне как-то больше уже все равно, я думаю, наверное, это все равно осталось, какое-то вот эго, по-любому, ну, я человек, но сейчас меня что-то другое мотивирует. Меня мотивирует, знаешь что? Я просто, был момент в жизни, когда я решила, все, я устала, вот это все меня напрягает, это музыка, это постоянная, ну, сложно, внутренние конфликты, все, я решила, что я не буду этим заниматься, а я не могу этим не заниматься, потому что мне все равно приходят идеи, мне все равно приходит музыка. Ты просто говоришь на моем языке. Да. Просто я могу там ехать в машине, я такая, а, ну, вот эта песня сейчас будет, все, мне приходит мысль, ну, все, приходит мелодия, ничего не могу сделать. Ну, типа, я не могу это остановить, если честно, мне просто плохо становится. Особенно, знаешь, музыка, это же отличный инструмент хиллинга, то есть, отличный инструмент излечения. Вот, и я так лечу сама себя, и получается, да, просто мне так легче становится. Когда мне очень плохо, я петь начинаю, то есть, я когда там с парнями расстаюсь, у меня бывает, что я прям могу сидеть и просто себе петь, пока не успокоюсь. Слушай, я хочу так вернуть из такой лиричной части, более технической части. Вот ты поняла, все, я хочу, это не хобби, я отношусь к музыке серьезно. Я знаю достаточно много музыкантов, которые застревают в том, что, сейчас объясню, застревают в том, что они вот такие камерные, они выступают на свою маленькую аудиторию, они там пытаются донести музыку, они могут быть супер бедными, потому что они за творчество, они не понимают, как с этого зарабатывать и могут оставаться долго в этой атмосфере. Есть музыканты, которые, например, они выпустили какой-то хит, а дальше не хватает денег, не хватает мотивации, не знаю, ты не можешь понять, кто тебе может написать эту музыку, тоже застревают. И можно просто не выбраться, не так много, да, вроде кажется, что много музыкантов, но людей, которые занимаются этим или хотят этим заниматься, гораздо больше. Как перевести это в рельсы своей профессии? Как ты начинала это переводить? Я все эти этапы проходила, сто процентов, ну, то есть и момент, где, как заработать на музыке, я ничего не понимаю, и момент хита, и что делать дальше, и выгорание. Вот все, что ты четко описала, я все это проходила. Как это сделать в профессии? Слушай, мне явно помогло, когда я жила в Америке первый раз, так основательно, год, мне был 21 год. Давай объясним, это был Ростов, Чехия, Сеул, Великобритания, чуть-чуть еще, да, Лондон, Великобритания и Америка. И все это ты путешествовала, потому что ты училась, 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 училась. Да, училась, 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 стажировалась в Америке, получается. Да, 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 все верно. То есть, не было еще точкой переезда твоего? Нет, 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 это был момент, где я просто стажировалась после университета в антланнинговом агентстве. И вот на момент, когда мне был 21 год, я искренне не понимала, то есть, в моей голове ты либо Бьонсей, либо ты бомж. Ну, то есть, не было вот этого, ничего. То есть, я не понимала ни как стриминг работает, ни как, как денежки делать, просто не понимала. Для меня это кофемерно, я вообще не понимаю, как музыканты зарабатывают. да, а я... Концерт, концерт и все. Ну, вот я тоже раньше так думала, я вот сейчас у меня немножко другой уровень осознания вот этого всего. Я иногда забываю, что на самом-то деле люди, они все понимают это. Ну, вот, я, короче, была в таком же сознании, как ты сейчас примерно, и сделала музыку. И что я решила сделать, это походить на конференции. Ну, то есть, это самое лучшее, понимаешь, если ты не знаешь, пойди выучи, типа научись. Господи, никто что-то мешает. Что за конференция? Music Bees, потом там еще были какие-то там с площадок. Не важно, просто музыкальные. Да, просто профильные. Я такая, нашла что-то конференция Music Bees. Я такая, ну, значит, музыкальный бизнес, мне подходит. Я пошла, а там уже все люди на тебя придумали, понимаешь, они уже пригласили всех экспертов. И эти эксперты начали рассказывать, так, окей, вот стриминг, вот Spotify, вот Apple Music, вот сколько ты зарабатываешь, миллиона прослушивания, вот сколько ты с этого зарабатываешь. Потом, я права, наконец-таки, выучила, потому что очень важно, когда ты занимаешься музыкой, понимать всю подноготную. То есть, музыка, это 80% бизнеса, и, ну, типа 20% уже музыки. И очень важно понимать, какие там есть права, там, есть там, royalties твои, там, есть мастер права, есть writer's rights. Нужно понимать, что очень важна юридическая сторона этого всего. То есть, в Америке, допустим, существовать музыканту без музыкального лоера тоже вообще не надо. У меня есть, допустим, музыкальный адвокат. То есть, если кто-то, грубо говоря, использует твою музыку, и ты об этом узнаешь, ты можешь, например, тоже заработать, с этого подать на него в суд. Ну, во-первых, да, условно говоря, я сейчас не понимаю. Да, 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 то есть, но это не ты обычно делаешь, ты работаешь с площадками, которые защищают твои права. То есть, это вы дистрибьютор. То есть, ты, допустим, такая взяла, написала песню, записала и выпустила ее через определенную площадку. Это называется дистрибьютор. Дистрибьютор – это вот сайт, так сказать, который отсылает на все площадки типа Spotify, Apple Music, Яндекс, ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок, твою музыку. И этот же сайт потом следит за тем, чтобы никто не загружал, я не знаю, на SoundCloud твою песню, допустим, да, и не использовал ее. Наверное, знаешь это. Если они пытаются монетизировать с этого, сразу приходит им этот, как сказать, warning, strike приходит. Вот, то есть, они за этим всем следят. То есть, по сути, это не ты делаешь, но вот этот вот дистрибьютор, есть еще одни компании, которые за это не BMI, Аскап, они уже конкретно за правами авторов следят. Ну, грубо говоря, это все делается, чтобы каждый твой цент был у тебя. Да. не-не-не-не, чтобы у них был этот цент. Понимаешь? Они-то следят не для тебя. Нет, просто так как ты через них выпускаешь, то они берут проценты с этого. То есть, в зависимости от площадки, они берут либо 10, либо 20, либо 100 лейбл уже 50, и 70 могут взять, смотря какой у тебя дил. Вот, но они как бы не для тебя это делают. Просто если ты теряешь, то они теряют. Понимаешь, ты же центра это делишь. конечно, да, да, Я не забываю. Вот. Смотри, получается, ты ходила по конференциям, чтобы понять, как бизнес музыкальный развивается. Я еще, ну, я видишь, не в музыкальном бизнесе, но у меня есть хорошие знакомые, друзья, которые пытаются в этом развиваться. Поэтому я тут услышала, тут услышала, тут услышала, вот того, я сейчас пообщалась. Да. Вот, с музыкантами в России общалась. Но все равно, для меня это какая-то такая эфемерная профессия, знаешь, что ты сегодня, объясню, что ты сегодня можешь расшвыриваться деньгами, вот, у тебя вышла песня, стала супер-хитом, год прошел, все, у тебя нет супер-песни-хита, ты без денег. Но на самом деле, ты же можешь потом на этой песне все равно там 10, 15, 20 лет зарабатывать с нее. И, ну, по факту, это не эфемерная история. Ты можешь... Слушай, мне кажется, что на самом деле абсолютно все эфемерное, потому что вот люди говорят, ой, вот, хорошо работать на работе, которая как-то стабильна, да, как это называется, с 9 до 5, и что есть тогда какая-то стабильность. Да, это миф. Тебя с работы, с любой, могут уволить завтра. С чего ты решишь, что ты будешь бухгалтером всю жизнь? Типа, завтра может, я не знаю, раздание разрушится, компания может стать банкротом. Ну, типа, все на самом деле относительно, и нигде нет стабильности. И мне кажется, в принципе, вот эта вот мотивация наша внутренняя к стабильности, она абсолютно, она ведет к деградации какой-то, потому что у тебя будет постоянно стабильный заработок, все стабильно. Это все, это смерть, это нет роста, понимаешь? Ну, то есть я, наверное, за то, чтобы, конечно, ты не каждый день пытался заработать себе на еду, это уже тоже, знаешь, это уже выживание, ты не можешь развиваться или идти в какой-то рост, когда ты думаешь, на что тебе, как бы, покушать, да? Это тоже не очень хорошо, но и типа, чтобы жить так в жизни, чтобы все было стабильно, поэтому я там, не знаю, только я не хочу, чтобы думали, что я хейчу бухгалтеров, я замечательные люди, я их люблю. Нет, нет, мы говорим просто про профессии, которые понятные. которые типа, знаешь, родители говорят, пойди адвокатом. Которые нет элемента творчества, которым вот А, Б, Ц, пункт первый, второй, пятый. А на что меня еще постоянно убивает, не убивает, я всегда думаю, это как-то забавно, люди говорят, вот доктор, такая отличная профессия, она стабильна, ну, во-первых, доктора, это, господи, спасибо, что вы есть на свете, я благодарна людям, которые действительно идут помогать, профессия, то как она стабильная, если ты можешь просто не то приписать человеку, тебе лицензию заберут, и ты типа, не знаю, потратил 15 лет жизни на обучение доктора, а завтра у тебя могут забрать лицензию, и то есть настолько это все какое-то перевернутое, а вот музыкант, это капец, ну, это вообще, ну, это что, ну, типа, ты там будешь бедным, ну, нет. Прикольно, что ты подсветила про эти конференции, и в целом людям, которые начинают в этом бизнесе свои шаги делать, не делать это на ощупь, знаешь, типа на интуицию, а пойти вот реально в такие вещи, например, или какой-то, я не знаю, просто есть ли там курсы обучения, что-то взять по бизнесу. Она что-то мне сейчас подсветила, вот прям сейчас. Я понимаю, что у меня, простите, что перебила, просто, знаешь, пошла мысль. Это моя любимая, я сама это делаю. Просто я понимаю, что, значит, нужно делать продукт для людей. Вот для меня только что дошло, что знаний-то у меня дофига. Сто подов. Потому что хочется, знаешь, чтобы у людей, которые в это идут, был пошаговый план, как они могут не только реализовывать свой творческий потенциал, выписывать, что у них внутри находятся, чтобы они четко понимали, как им сделать так, чтобы это не осталось там все, только творчество, чтобы это было чем-то большим и им приносило удовольствие. Потому что все такие, знаешь, мне кажется, что это лукавство, когда люди говорят, я это не делаю ради денег, это такая важная часть нашей жизни, вы все делаете ради денег. И сейчас, может быть, мне там напишут что-нибудь, что я меркантильная, я не про это, я про то, что мы все делаем, мы все равно продаем в свое время. И тут важно понять, ты это продаешь через то, что ты любишь делать, или ты продаешь через то, что ты не любишь делать. Говоря, что я не про деньги, я вот музыкант, потому что я там, душа моя поет, я готов это делать бесплатно, это супер. Но как классно будет, если ты будешь делать то, что ты любишь, и с этого зарабатывать, и не будешь думать, как тебе еще заработать. Потому что это все такая подметная понятия, что все это, деньги, это неважно. Да, вот, вот, блин, я не знаю, вот моя рубашка стоит денег. Чтобы мы с тобой записали, я делала свое дело, тоже это стоит там чего-то. Не знаю, все, вот просто выпить кофе, поесть, это тоже стоит денег. Когда это просто подменяют эти понятия, меня это огорчает. Я хочу, чтобы каждый занимался тем, что им нравится и зарабатывал на этом то, что он достоин зарабатывать. Вот я. Потому что меня это прям, я за этого канала это делаю, показывать, что вот никого президента. Как будто ты такая, а, избирательная компания, заработают все. Кто? Кто knows? Не, я, почему нет? Сейчас в четвертый год пройдет и... Слушай, я понимаю, о чем ты, да. Это, наверное, я не знаю, откуда это идет. Особенно в нашем постсоветском, наверное, менталитете, то, что деньги это зло, деньги это что-то такое плохое, знаешь, деньги это ой-ой-ой, все должно быть бесплатно, но это, может быть, с тех времен пошло. Мне кажется, в Америке немножко попроще к этому, конечно, относятся. Здесь как-то, ну, типа, да, ты хочешь услугу, заплати деньги. То есть, ну, вот я, допустим, все, уже перешла этот момент, где свои все музыкальные услуги я делаю только за деньги. То есть, вне зависимости от того, ко мне придет, я не знаю, просто человек с улицы или друг, или кто угодно. Вот. И как бы в Америке это нормально, да. Придет подруга, скажет, я хочу песню, скажу, вот, пожалуйста, на счет, пожалуйста, все, оплачивай, как бы все. А в России, мне кажется, это все еще как будто неловко, как будто, знаешь, потому что как-то мы же друзья, а как же я возьму деньги, а вот если я действительно люблю творчество, почему я не могу делать это бесплатно? И, короче, вот эти все установки просто в голове, которые какие-то генерационные, знаешь, передались нам еще от поколения какого-то, понимаешь, от прошлого устоя. Вот. Поэтому сложно, да. И я понимаю людей, они же как бы врут сами себе, понимаешь? Это самое страшное, когда мы врем сами себе, а мы это делаем, ну, мы и люди, мы это делаем. Вот. Поэтому эти люди, которые это говорят другим, они просто действительно сами себя обманывают. Так, вернемся. Я это... Да, ну, чтобы мы с первой аналогием. Ты пошла на эти конференции и разобралась, как тебе вести свою творческую деятельность так, чтобы это превратилось в профессию. Да. Каким дальнейший был шаг после этих конференций, после выхода? Ты же не пошла в лейбл, и, я так понимаю, не работала с... Может быть, с Форнером ты там сотрудничала, но все равно ты не человек лейбла, прямо, знаешь, под ним что-то делаешь. И тогда непонятно, как ты развивалась. Непонятненько, да? Знаешь, как это было? Вселенная сама подталкивает, когда ты... На своем пути. Да, ну, когда ты, в принципе, решил. То есть, когда у тебя, наверное, нету там каких-то вторичных фыга, знаешь, каких-то еще... Почему я на самом деле этого не хочу? Когда у тебя есть просто чистое намерение, я хочу певицей быть. Все. И все. И ты становишься ею просто потому, что у тебя чистое намерение. На тот момент я походила на музыкальные конференции, и мне нужно было визу менять. То есть, у меня была виза там интершиповская, а чтобы остаться в Америке или вообще находиться в Америке, мне нужна была другая. Единственное, которое не подходило, это виза артиста. Но на тот момент у меня было тысяча там подписчиков в Инстаграме, ноль понимания, как зарабатывать деньги. И я такая, ну все, мне нужна виза. Значит, что там нужно? Нужно указать, нужно доказать, что ты уникальная певица. Я такая, буду, значит, уникальной певицей. Вот, и все. И я написала песню на русском, вот, и отправила на тот момент аранжировщикам, сказала, сделайте мне как популярно в России, что у вас там популярно время истекло. Вот, но я тогда единственную группу знала, мне кажется, на русском языке. Хотя я знаю, что они из Украины. Но неважно, сейчас уже знаю. Но я такая отправляю им, и все, они делают песню, и присылают мне мою певицу, первую песню на русском, а я всю жизнь писала на английском. И я такая, о, вот это бэнги, вот это бэнги, надо, короче, с этим что-то делать. Вот, и все. И получается, я для этой песни просто танцевать, а я придумала маркетинг-план, походила на конференции, такая, думаю, так-так-так-так. То есть ты просто взяла эти инструменты, которые тебе сказали на конференции? Да. Просто прикольно. Так, можно написать песни? Ты прям технически села и вот... Нет, там, знаешь, как, она была написана мной, когда я пермишель варила, типа, там, пару лет назад, до этого. Я ее просто написала, она ко мне пришла, я просто помню этот момент, я прям варила вермишель и думала, да что ж такое, там, мне 20 лет исполнилось, типа, я свои года тинейджерства потеряла. Получается, 18, 19, 20, ты становишься официально взрослым. И я такая, ну, жесть, это я должна быть взрослой, это что, мне надо, типа, завтра пойти на работу, какой ужас. И я села, я такая, и начала, и все, что я хочу, это просто танцевать. И я такая, еще такая, о, я запуталась совсем, запуталась опять. И потом такая, о, надо что-нибудь про кровать написать. И я такая, жизнь проходит мимо, а я иду в кровать. И все. И все, и так получилась песня, я просто описала свое состояние. Вот. И все, и забыла про нее, думаю, зачем мне эту песню на русском, насрать. И приехала в Америку уже, и мне нужно было по визе выписать песню на русском, я вспомнила про эту песню. И все. И просто дописала второй куплет, и скинула аранжировщиком, и начала по ней работать. И просто я сходила туда на конференцию, мне сказали, вот такие права, вот так дело, вот то дело, я и сделаю. Ну, хорошо, а как сделать так, чтобы эта песня была популярной? Потому что эта песня тебе какую-то популярность в России принесла. И благодаря, собственно, если бы у тебя не было этой песни, ты бы на шоу-песни не пошла. Да, да, сто процентов. Да, ну, видишь, как много всего, как все связано на самом деле. То есть у меня была настолько абсолютно уверенность в том, что эта песня хит, меня невозможно было переубедить. То есть мой папа носил ее в России, когда я была в Америке, он носил ее в России, там на разные радиостанции, показать, типа, людям. И все над ней ржали, и говорили, ой, да что за песня вообще, ни о чем. А один чувак на тот момент, владелец вот этого, владелец или директор Дениса Сериков Energy, то, что там, он услышал песню, ему понравилось. И он такой, вы ржете над этой песней, там, остальные ребят с радиостанции говорят, она станет популярной. И ему говорят, да фу, типа, это ноунейм какой-то. Ну и все. Тоже такое отношение, ну, ну, мне тоже это не нравится. Ну, типа, что за бред? И артист с именем может какую-то фигню принести. Ну, слушай, они по факту правы-то, ну, типа, я ноунеймом была. Ну, это правда так. Ну, я действительно была ноунеймом. Ну, но другое дело, что их затмило то, что я ноунейм не дало им услышать потенциал песни. Вот это уже проблема, когда... Ну, да, по факту и ноунейм, да. Как будто не дают шанса, если твое имя уже не раскручено. А как тебе быть раскрученным, если тебе не дают шанса? Понимаешь, там какой-то запнутый круг. Бегаешь, прыгаешь, да-да-да, я знаю, я знаю. Поэтому, когда папа ходил, все ржали над этим прям. Он мне не говорил об этом, он мне рассказал уже потом, спустя год, когда песня встала на все эти радиостанции. Просто как получилось? Папа дал своему другу, который работал на радио, эту песню, сказал, покажи своим ребятам. Он ее, эту песню просто танцевать, принес, получается на вечеринку, там корпоратив всех вот этих вот ребят с радиостанции, там авторадио, плюс все там, кто угодно, я не знаю, кто был. И он такой, давайте типа послушаем, тут друг мне принес песню дочки, просто послушайте. И они все начали ржать и говорить какое-то говно. И вот Денис Сериков тогда сказал, не-не-не, ребят, короче, вы что-то не слышите. По-моему, песня хорошая, посмотрим еще. Папа мне об этом не сказал, они все поржали, а я такая, все-все-все, всем отправляю в Америке, там, и Ворнеру тогда отправила, всем отправила песню, никто не ответил естественно. И я такая, да, похуй, все равно, неважно. Я начала такая, не хотите меня продвигать, а сама продвинуть. И, короче, начала, выпустила что-то там на Ютубе, ВКонтакте, какие-то посевы купила, друзьям отправила, клип сняла, где люди под нее танцевали. Короче, я там столько вложилась, и что получается, что реально столько было вложено сил в эту песню, что она действительно начала уже на локальном уровне подниматься. То есть, вируситься, да, как-то. Что-что? Вируситься, говорят. Да, начала вируситься, и еще мне нужно было для визы написать статьи для нее. Вот, и я сама их писала. Я просто писала, эй, ты дарр, покоряйся, чарты. Я просто врала. Ну, просто мне нужно было, чтобы публиковали, а должен был быть инфоповод, понимаешь? Никто оно на имя не хотел писать, поэтому я придумывала. У меня есть фраза, которая из интервью с Сашей Великого я запомнила. Я, по-моему, я даже вынесла в анонс, что я поверила в себя и не переставала верить. И мне это так запомнилось, это, ну, когда задело, знаешь, меня в том плане, ты сам в себя поверил. Да. И тебе не нужно, чтобы кто-то еще в тебя верил. Ну, как будто бы, да? Классно было бы, если бы они тоже верили, но что у тебя внутренне уверенно, что ты все делаешь? Да, ну, клевая фраза, реально. Я просто, я была настолько уверена, это было невозможно, настолько визуализировала, манифестировала, что все эти статьи опубликовали. А из-за того, что увидели, что там и такое написано, они в это поверили и все эти статьи начали копировать друг у друга. И я, знаешь, захожу в Яндекс, там, Яндекс Ростов, а я там на главной страничке, знаешь же, где типа главные новости дня. Энди Дарлинг, Стройком Амфетамин. Он тогда Амфетамин назвался. Стройком Амфетамин, возглавляю чарты. Какие чарты? Просто. Максимально. Надо же до сих пор скрины эти есть. Это какие чарты. Ну, все поверили. И все. Офигенно. И потом я пошла на песни, потому что мне нужны были подписчики. Уверена, кто-то подумает, что так делать нельзя, но это офигенно. Ну, а как познакомить большую аудиторию с собой? Заставить. Сказать, слушайте. В смысле? Так, хорошо. Окей. После этого ты пошла с этой песней на шоу. Да. Кстати, ходила на его съемки. Я была фанаткой шоу-песни. Да ладно. Максим Свобода. Прикольно как. Да, я до сих пор слушаю. Кстати, вот в отсылку про творчество есть Олег Терновой, который победил в первых песнях. Да, помню. И он был на лейбле Blackstar. Я так понимаю, что его... Ну, не то, что заставлял там кто-то или еще что-то, но на лейбле ты должен все равно обделать определенную музыку. Ну, конечно, да. И он шел с лейбла, сейчас выпустил трек Поиск, что типа он потерялся, он раскапывает свой творческий труп, потом не так все откликается, что он думал, что он нашел себя. Оказывается, он себя обманывал. Честь. Хотел там Слава, еще что-то. Этот трек, вот последние, наверное, месяца три, я его слушаю, он очень... Как будто он в моей мысли просто озвучивая, что ты закопал сам себя, раскапываешь творческий труп, это очень тяжело. И да, пусть все говорят, что типа раньше ты был круче, там еще что-то. Ну, типа мне пофиг, я буду сейчас развиваться, я сам в себя верю. Короче, вообще крутая песня, и классный был проект. Очень жалко, что он не сохранился. Потому что это единственный true проект, который был в России, на мой взгляд, который выпускал бы таких артистов. Прикол-то в том, что капюшенную песню не хотели брать, сказали, отстой. Ну, то есть там несколько получается кастингов. То есть первый кастинг тебя непонятно кто смотрит, я так и не поняла. Какие-то левые люди, они должны отсеивать мусор. А продюсеры смотрят тебя, самого проекта. Я поняла. А потом уже, после тех, кто отсеивает мусор. То есть первый, второй, а потом уже на телеке, то есть три этапа ты проходишь, понимаешь? То есть ты до Team Mates Bust доходишь далеко, короче, тебе надо пройти много всего. И меня хотели как это, отсеять на этапе мусора. Вот. А я не отсеялась. То есть я пою, а они говорят нет. Я говорю, в смысле? А я же астрологию очень люблю. И у меня астрологический календарь. У меня написано, до сих пор, помню, 2 ноября, все получится, хороший день, карьера, успех. Я прихожу, а мне говорят, вы не проходите, вы не очень. Я говорю, в смысле? Я говорю, мне Людмила Васильевна написала 2 ноября. Звезды сегодня сошлись. Я говорю, успех. Я говорю, ну нормально. Я говорю, вы хотите поруч в планет пойти? Я говорю, вы понимаете, что у вас карма может просто настигнуть? Меня взяли. Ну в смысле? Я пришла, мне сказали, ну тоже, я примерно представляю, как все это устроено. Я долгое время работала в Москве, и ты прямо понимаешь, что они могли насрать, знаешь, на какую-то девочку, которая говорит, что вот у меня успех сегодня, и не жалится над тобой. Потому что это все равно человеческий фактор. Сто процентов. Ну я не знаю, они не жарят. Я в смысле не плакала, я подошла и сказала, ну я понимаю, да. И не знаю, просто так звезды сошлись, поняла? То есть так сошли звезды, что сначала мне хотели отказать, и я просто не уходила. Я говорю, нет, я говорю, у меня песня супер. Я говорю, какие ваши вообще аргументы? Я пою хорошо, песни супер. Они такие, ну ты выглядишь, что-то не очень. Я говорю, переоденусь. Я говорю, ничего страшного, прочешусь, переоденусь. И они такие, ну, я такая, не-не-не, давайте, я говорю, меня к продюсерам. Я говорю, иначе я буду бунтовать. И они, видимо, уже просто ржали с меня, что я просто не уходила. То есть это может шоу сделать и за шоу. они как продюсеры такие, о, думают, ну странное, значит, хотя бы, может, пооржем над ней. Но получилось так, что в итоге просто реально они тогда не услышали. Ну, нужно было, видимо, настоять. И я настояла, и потом уже, когда пошла к продюсерам, у них не было вообще никаких вопросов. Вообще ноль. Они такие, супер, все, А расскажи о своем небольшом пути на песнях. Что с тобой было там? Что со мной было? Ну, это был клевый опыт, но очень жесткий тоже. Да, то есть там я прошла, сколько, этапа три. Ну, то есть первую я прошла легко, меня взяли, все было клево. И после первого же этапа в радиостанции взяли мою песню в ротацию. Просто прийти, показать свою песню, чтобы песню сделать популярной. У меня не было цели, вот честно, искренне не было цели попасть в команду, кому-то пойти на лейблы. Я, в принципе, не очень люблю, не то, что не очень люблю лейблы, я их побаиваюсь. Даже не побаиваюсь, я им не доверяю. Ну, в общем, с лейблами у меня отдельная тема, и мне как бы хочется свое построить, что-то, и с кем-то партнериться, и коллаборировать, нежели, типа, быть артистом лейбла. Немножко не моя история. Вот, и поэтому, когда я туда пришла, мне не было желания быть в командах, и я это часто озвучивала. То есть, мне когда брали интервью, то есть, там всегда продюсеры с тобой работают, спрашивают, а кому вы хотите, а что вы делаете? Типа, а Тимати или Баста? Я такая, да никто. Они такие, а почему вы здесь? Я говорю, у меня песня с утра. И то есть, я так проходила, и они явно считывали, что мне максимально все равно, потому что на тот момент у меня еще была виза У1 готова. Но в моменте, когда я уже участвовала, когда ты уже соревнуешься с другими участниками, я уже думала, что я хочу быть в команде. Я думала, что я хочу дойти до конца, а я уже думала, что я хочу выиграть проект, потому что, ну как, я же самая крутая. Ну нет, потому что я считаю, что самая крутая, понимаешь? Вот. Я такая, в смысле кто-то может быть лучше меня, знаешь, вот эти игры эго. Вот. И в тот момент, да. Но как бы, когда это все закончилось, оно, конечно, меня очень сильно расстроилось, такая, думаю, ну все, кусок говна. Вот. Но потом-то у меня, получается, когда меня выгнали, мы показали мой выпуск, и песню взяли на радио, и мне написал Ворнер, и я поняла, что сам Богу, что я не продолжила быть в песнях, потому что вообще не моя история. Ну то есть, что Black Star, что там Газгольдер, но это немножко вообще другое, то есть они работают по-другому. А на тот момент меня проконтактировал Ворнер Мьюзик, и там немножко другой тип договоров, то есть Ворнер... Ворнер, который был, типа как-то условно, филиал в России Ворнера. Да, он и есть сейчас, да. То есть, не-не-не, он не условно, он филиал, то есть вообще Ворнер Brothers, насколько я понимаю, владеет 51% акции, или в общем большую часть Ворнера владеет Блаватник, он русскоязычный человек. Слушай, получается просто, даже если ты заходишь в Ворнер в Россию условно, это лучший путь попадания в Ворнер в Штаты, как-то развитие... Нет, это не связано. То есть никакой тебе пуш не даст? Нет, пуш это никакой тебе не даст, то есть на Америку, я тоже так думала, что это актер на Америку, не-не-не, это нам нет. Особо это не поможет, но это действительно филиал, был по крайней мере, то есть Ворнера общего, он был в России, то есть это все было по-настоящему. Но там договора иные, там то есть не тебя подписывают, а подписывают твои песни. То есть меня не подписывали, как артиста, понимаешь, то есть подписывали мои песни, они вкладывали в маркетинг песен. То есть я, по сути, ни имя им свое не давала, ничего. То есть я потом спокойно сказала, я уезжаю в Америку, пока. Как это работает? Словно там процент какой-то от заработка песни, забирают они, все остальное твое, но при этом ты, как артист, можешь делать все, что угодно. Да, да, именно так, да. Очень удобно? Да, очень удобно. Я же говорю, это супер. Но насколько я понимаю, что Blackstar иначе работает, они именно продюсированием артистов занимаются, они, то есть вкладываются в твое развитие. Газгольдер, не знаю, но по-моему, тоже там больше, ну я не знаю опять-таки, ну вот. А в Ворнере это называется дистрибьюционный договор, вот, это очень просто и вообще клево. То есть получается, ты начала нормально уже зарабатывать и использовать это как профессию с момента прихода Ворнера в тебе. Да. Ну что, ты стала какой-то стабильностью. Сколько ты с ними была? Сколько вы песен выпустили? Как долго это продолжалось? Полтора года, наверное, год или полтора это было и с какими песен выпустили. Мы выпустили просто танцевать, по-моему, еще дешевая массовка «Русель». Где-то около песен восьми, потому что где-то три сингла я выпустила, а потом я выпустила EP. Вот, получается, уже перед отлетом в Америку. Вот, поэтому, да, интересный тоже был очень опыт с Ворнером. Очень хочется поговорить про деньги в нашем ключе. Вот, хорошо, смотри, ты делала восемь песен с Ворнером. Я понимаю, что это все доход может скакать, это зависит от прослушивания, но все равно вы же можете наперед прописать стратегию так, чтобы понимать, какое количество может быть прослушивания у вас, что есть какая-то стратегия в этом плане. Сколько можно зарабатывать с восьми песен, с одной песней, если часть уже входит на этот лейбл, дистрибьютор, сколько может остаться тебе? Давай я в целом поговорю про заработок, по крайней мере, с прослушиванием, о том, о чем мы сейчас говорим. Да. То есть, смотри, в России и в Америке, мне кажется, это разные цифры совсем. Да, 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 потому что одно прослушивание в Америке оценивается дороже, чем прослушивание... Стоп, да, как это... Да, ну, ты не понимаешь. Вот, в целом, на 2023 год, насколько я чекала последний раз, за миллион прослушиваний на Spotify ты получаешь около двух-трех тысяч долларов. Это с одной площадки, с американского слушателя. Это уже с вычетом всех процентов? Это я сейчас просто говорю, сколько песня зарабатывает. Я сейчас не говорю про лейбла, просто мы берем продукт, то есть, ты записала песню, скажем, не будем сейчас говорить, какой процентаж, с кем ты делишься, просто сама песня, допустим. Это в России, российские... Это, нет, это Америка. Это Америка, то есть, вот, выпустилась песня и, получается, с миллиона прослушиваний на Spotify ты зарабатываешь три тысячи долларов примерно. Но это только Spotify. Есть еще Apple Music, да, есть еще YouTube Music, есть еще... Если ты в России находишься, есть ВК, есть Яндекс, они платят другие цифры, но, по сути, это совокупность всего. Вот теперь посчитай, если у тебя миллион прослушиваний из Spotify, тебе Spotify дал три тысячи долларов, Apple Music тебе дал, допустим, не знаю, он чуть дороже, три пятьсот, ВКонтакте, он дешевле, он тебе дал тысячу долларов, понимаешь? И ты складываешь... А как это считается? Вот условно вышла, например, твоя новая песня, я ее прослушала, я ее добавила в себе в плейлист, то есть я могу... Прослушала все. Один раз, то есть... Один раз в час. Прослушивание, это миллион... Миллион, а получается не то, что ты сидишь такая миллион раз прослушала, оно так не считается. Я так понимаю, что с одного IP-адреса, по-моему, одно прослушивание в час, поэтому если ты, типа, послушала песню на репите 25 раз, я не думаю, что тебе придет 25 стримов с этого. То есть там тоже умная схема, понимаешь? То есть просто за то, что ты послушала песню на какой-то из стриминговых площадок. То есть мы сейчас откроем песню, не знаю, там, откроем Spotify или Apple Music, ты включишь песню Бейонсе и вот-вот пошло одно прослушивание. Понимаешь? Я вспомнил, завтра я опять ее включила и ей тоже засчитывается, как еще одно прослушивание. Я не знаю, сколько, типа, каждый ли час обновляется. На тот момент, когда я была, когда я работала в России, получается, музыку выпускала, нам, по-моему, говорил ВКонтакте, что они зачитывают одно прослушивание за один час с одного IP-адреса. Но это, получается, один из видов заработка. Ну, есть очень много видов заработка на музыке, на самом деле. Какие еще, какие, например, пять самых распространенных видов или пять, которыми ты пользуешься? Мы говорим конкретно про артистов, да, не про сонграйтеров. Да, про артистов. Сонграйтер — это же вообще другая вселенная. Да, первое — это диджитал-площадки, то есть, получаются цифровые платформы. То есть, первое — ты зарабатываешь вот с таких вот прослушиваний. Далее, о чем люди часто не слышат, не думают, это когда твою музыку используют в кино или в рекламе, или на видео в Ютубах, это называется синхронизация. То есть, допустим, если BMW захочет использовать песню в своей новой рекламе, да, там они тебе могут заплатить, допустим, сто тысяч долларов, да, могут пятьсот тысяч долларов тебе заплатить. А может тебе позвонить завтра какая-нибудь маленькая компания и заплатить за плейсмент пятьсот долларов, допустим. Это ты уже с ними договариваешься отдельно? Да, это синхронизация. Это тоже большой рынок. То есть, туда можно даже быть не столько артистом, сколько можно просто работать на эти музыкальные библиотеки, где ты просто создаешь музыку конкретно для кино и для рекламы. Это на самом деле очень денежный рынок. Вот, но это как бы такая тема, не совсем... Это как бы и артистическая, то есть, ты можешь артистические свои песни туда плейснуть, но чаще всего там определенный есть формат. Ты можешь прям работать на то, чтобы создавать музыку для кино. Это синхронизация, это хорошие деньги, прям очень хорошие деньги. С чего ты еще зарабатываешь? Непосредственно с продав... Ну, понятно, концерт, но это естественно, да? Вот, допустим, я делала концерт в Л.А. такой, то есть, небольшой, просто у меня были менеджеры, которые хотели работать со мной, они такие, давай сделаем концерт, давай сделаем концерт. И я решила сделать небольшой, и я вообще была... То есть, я не рассчитывала, что я что-то заработаю, но я, получается, так с концерта тоже долларов 500 заработала. Знаешь, ну, то есть, ну, это вообще минимально, там не знаю, сколько человек пришло, там человек 60, допустим, и бац, там 500 долларов уже заработала, это с вычетом того, что они там что-то вычли, да-да-да-да, понимаешь ли? То есть, бац, вот, уже с концерта заработала какую-то денежку. Потом, это ты можешь личные концерты устраивать, что, в принципе, редко когда-то зарабатываешь с личных концертов. Я удивилась, такая, вау, прикольно. А потом ты можешь также, не знаю, работать private parties, вот этой приватной вечеринке, это там, где ты зарабатываешь больше всего денег. И когда я говорю приватной, это типа, ну, не эскорт какой-то. Ну, допустим, когда я была подписана на Warner, они часто предлагали меня компанию. Ну, это корпоративы условные. Корпоративчики, да, по сути, корпоративчики. То есть, я выступала так на какой-то вечеринке IT-компании, в Сифоре выступала, Сифора тебе платят, допустим. И то есть, ты на разных вот таких вот ивентах выступаешь. И то есть, то есть, концерты у нас подразделяются на личные концерты, на корпоративы, если ты, получается, выступаешь собственным творчеством. А если ты просто певица без собственных песен, или, допустим, ты певицей поешь кавера, ты можешь, конечно, деньги делать на том, что ты будешь петь песни на таких же вечеринках, но уже чужие. И то есть, на этом люди очень хорошо зарабатывают. Вот, токански. Следующее, что это, естественно, мерч еще люди продают. Вот есть певица, Queen Herbie. Ну, это просто субпродукты, получается, тебя как уже артиста лично. Да, 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 да. Ну, вот, допустим, Queen Herbie. Вообще, много американских артистов на этом делают денежки. Моя любимая это Queen Herbie. Она полностью независимая. Вот. И она музыку делает, и сейчас у нее есть уже своя мейкап, штука. Ну, как у всех, у многих артистов, но она это делает все индивидуально, понимаешь? То есть, без больших лейблов. Вот. Поэтому это дальше у нас мерч идет. Я, на самом деле, даже писала огромный список вот этих вот всех штук, но, наверное, первые пять это вот эти, да. Хорошо, смотри, ты приехала в Америку, как ты начала здесь развиваться как артист? Да, у тебя были песни, но они были на русском, да, с Ворнером, который есть. Да. А здесь, получается, заново все начинаешь? Да, 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 заново все начинала. Ну, жестко было. Да, да. Я знаю, что моя бывшая соседка всегда меня не любит за то, что я говорю, что я первые свои восемь месяцев в Лос-Анджелесе прожила в квартире, где были тараканы. Всегда так обижаются, Маша, прости. Но, правда, были тараканы. Я, по сути, жила на кухне. Вот. Я жила на кухне, у меня была кроватка, были тараканчики. Вот. И была машина, которую я разбила в первые две недели в Лос-Анджелесе. Да. Да. Угу. Вот. Было жестко. Не знаю. Я сначала начала... Вообще, свой путь начала тот с Владом, которого ты интервьюировала. Влад Майк. Угу. То есть, так было интересно, что я приехала, и он был тогда в Лос-Анджелесе, и он работал... У него магазин свой здесь был, и он работал как фотограф, видеограф. Вот. У меня в какие-то темки постоянно встраивал, знаешь, такое, пойдем там познакомься, потом тут что-то сделаем, знаешь. Тут, там, 35-10-е, мы с ним сняли клип на мою песню, потом мы познакомились... А, ну, у меня уже сонгрейтерская тема тогда была, понимаешь? То есть, уже когда в Америку приехала... Ты уже начинаешь писать песни для других. Я так. позиционировать себя как артист, который не только для себя пишет, но и для других. Я не знаю, насколько я позиционировала, просто ко мне приходили, я и писала, знаешь, не было такого, что я... Ну, они должны были откуда-то это узнать. Значит, они узнали это из твоих уст. А, первый, первый салтеток. Получается, да. Да, ну, первый мой такой прям сонгрейтерский клиент, прям серьезно, это был Игорь Рыбаков. И я это еще была в России, и на тот момент они писали материал на русском языке, вот. А им нужно было перевести, адаптировать русские песни на английский. Вот, и тогда у меня пошли первые заказы. Это, получается, просто мой кореш Женя сказал Игорю, что есть девочка, которая может адаптировать все на английский. То есть мне всегда помогало то, что я вот эта русско-американская тёлка, знаешь, ну, тёлка некрасиво сказала, русско-американская леди. Вот. И вот тогда я начала для Игора что-то делать, потихоньку переводить. Я что-то смешно было, я где-то год не знала, кто такой Игорь. Ну, то есть я даже не гуглила его. Я о нём узнала месяц назад. Все нормально. Он очень-очень крутой человек, и, в принципе, что он делает, это сам как личность, он очень-очень прикольный. Ну, то есть прикольный, наверное, не очень хорошее слово, но с ним хорошо работать. Вот. Но я реально первый год даже не знала. А потом я узнала, какой он серьёзный человек, насколько он легендарных вещей сделал. Вот. А здесь моя сонгрейтерская ниша пошла со встречи с Сашей, Сашей Белэр. Вот. Мы с ней познакомились. Я тоже тогда не знала, чем Сашуля занимается. Я узнала уже впоследствии. Вот. Мы с ней много говорили о музыке, и я поняла, что она её очень любит. Вот. И потом просто мы начали писать песни вместе. И это было очень клёво. Вот. И тогда я уже начала позиционировать себя как сонграйтер, потому что Саша стала таким прям первым человеком, с кем мы начали серьёзно такую работу. Да, получается, прям вот первый человек, который... Вот она серьёзно решила инвестировать свою энергию в музыку. И это было очень классно с ней вместе продумывать, знаешь, песни писать с ней вместе, придумывать, продумывать какие-то, ну, типа, образы, что мы будем делать. То есть, по сути, мы начали её... Мы начали её творческий путь вместе, в принципе, как артиста. И это настолько мне... Ну, приятно и клёво. Ну, то есть, знаешь, это прям... Ну, Саша всегда для меня останется самым, ну, таким при... Как это сказать? Vulnerable. Ну, это как первый твой ребёнок. Да. Да, 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 да. Ну, то есть у меня... Да, получается, что да. А потом после Саши уже пошли следующие клиенты, следующие ребята. А что ты делаешь? Ты пишешь часть текста, часть музыки, всё под ключ можешь делать. В чём твоя специализация в этом? Слушай, я, получается, получается, что я продюсер. Вот я к тебе прихожу, говорю, у меня нет ничего, ни музыки, ни текста, ни понимания, как я хочу себя позиционировать как певица, но я просто хочу петь. Ну, хочу своё петь. Ну, в смысле, чтобы это не перепевки, да, были других песен, например, какие-то кавера или ещё что-то. Вот просто новая песня. Что ты будешь делать со мной? Да, так ко мне и приходят чётко. Именно обычно так ко мне и приходят. Что я буду с тобой делать? Марина к тебе также пришла с таким же запросом. Слушай, Марина, ну, интересно, что они, у всех этих людей есть какое-то музыкальное прошлое. То есть, это не люди, которые, знаешь, просто такие с бухты барахта. Понятно, что Саша пела, что Марина могилка, они все пели, у них у всех априори есть уже приятные голоса, и априори есть талант уже. Вот, они приходят, им просто нужно, знаешь, вот эта вот помощь в плане, а что же дальше делать? Вот именно вот это вот руководство, как же, что же делать? Вот есть желание, есть талант, а вот не могу понять, что же дальше делать. И я рассказываю, что дальше делать. То есть, ты ко мне приходишь, показываешь там свой трек, смотри, вот я так пела, я с тобой начинаю разговаривать, такая, дорогая, хорошо, расскажи мне свою цель изначально, то есть, мне интересно, ты вот искренне, почему ты хочешь делать музыку? То есть, это же инвестиция, это не дешево, то есть, как это все, ну, зачем ты это хочешь? Ты хочешь там, не знаю, стадионы собирать? То есть, я наоборот люблю, когда ко мне приходят клиенты, и они очень амбициозные, то есть, мне всегда интереснее, чтобы, знаешь, они пришли и такие, я хочу олимпийский, ну, вот это клево, а я хочу записать песню мужу, я обычно так не работаю. Мне нужно, чтобы все было грандиозно. Вот, они приходят, рассказывают мне, показывают, я изучаю, слушаю, смотрю, мы обсуждаем с ними, какие у них цели, мы такие думаем, ага, окей, что им близко, что им не близко, какой-то язык должен быть, то есть, какие интересы, да, получают? Какие интересы обязательно, да, как они планируют это потом продвигать, мне очень важно, то есть, я в общем вижен, получается, видение продукта настраиваю, понимаешь, это для меня самое важное, то есть, для меня, типа, просто прийти, типа, давайте трек напишу, ну, в чем смысл? Ну, и после этого, когда ты собрала такую информацию, дальше ты остаешься одна, уже без этого человека, и начинаешь, я не знаю, как это технически, но условно садишься, настраиваешься, начинаешь, все, что тебе приходит в тексте, ты это выписываешь. Смотри, по-разному, если человек находится в Лос-Анджелесе, да, то есть, это не удаленная работа, то я просто приглашаю, допустим, человек на студию, и мы можем прямо на студии вместе генерировать идеи, это то, как мы с Сашей изначально начали работать, то есть, мы сидим на студии, начинаем думать, у нас есть саунд-продюсер, это человек, который, аранжировщик, да, технически, который делает, да, биты, и вот пока мы генерим и думаем, о чем мы хотим, мы кидаем какие-то референсы, референсы, это, ну, примеры треков, которые нравятся человеку, да, клиенту, нравится, я не знаю, там, Риана, Риана Гранда, и так далее, мы точечно смотрим, что там эти треки объединяет, и что я, то есть, пытаюсь понять, что человеку на самом деле нравится, потому что ты можешь мне сказать, вот мне нравятся Лепса, Риана Гранды и Лариса Долина, а я могу сказать, ну, это, наверное, тебе нравится, потому что у них у всех есть вот это вот, понимаешь, там, допустим, я не знаю, прямая бочка, или, я не знаю, минималистичная аранжировка, а ты сама не знаешь, что это, а я их твой переводчик, получается, понимаешь? Прикольно. У меня более такой удаленный подход, то есть, получается, как, я выслушиваю, получается, клиента, все его запросы, я все записываю, они мне рассказывают, о чем они хотят песни писать, и это происходит больше даже, как психологическая сессия еще, знаешь, то есть, я пытаюсь понять, что действительно их беспокоит, или о чем они думают, то есть, просто пытаюсь считать все, что у них в голове, как канал. А ты, получается, помогаешь написать текст без музыки? Музыка уже... Я, смотри... На других людях. Нет, 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 я, получается, продюсер всего, то есть, у меня есть уже сейчас музыкальное агентство свое, я уже открыла официально, LLC, Tunaiva Records, все как надо, вот, у меня есть уже команда, то есть, я как главный человек, который, ты приходишь, я тебя выслушиваю, я понимаю твое видение, я все записываю, а дальше я уже передаю людям, то есть, у меня есть аранжировщики, то есть, на разные стили, у меня есть те, которые сильны, допустим, в электронной музыке, есть в хип-хопе, есть те ребята, которые там в латинской музыке, латина, гэнги, так сказать, сильны. Но именно ты сама музыку не пишешь, ты... Конкретную аранжировку нет, что конкретно пишу я, я пишу текст и мелодию, то есть, я акустическую песню пишу, то есть, я могу тебе, напишу тебе песню, и вот ты акустическая сыграешь. По сути, это и есть песня. Это и есть песня, да. То есть, по сути, как, допустим, модель у неё Someone Like You, да, вот такого формата, да, ну, нет, это шикарная песня, но я о том, что именно акустически так написать я могу. Дальше уже аранжировку делает саунд-продюсер, которого я нанимаю. Но сейчас, так как у меня это агентство уже вышло немножко за пределы меня, у меня есть уже и саунд-грайтер в команде. То есть... То есть, можно прийти к тебе в агентство. Да. И, ну, тебя достаточно дорого. Я не знаю, может быть, это на, в общем рынке, это и недорогие цены. Я сажу там по себе. Там от 5 тысяч долларов, если с тобой работать за песню. Да, сейчас, со мной сейчас от 6 тысяч долларов, да. На вопрос про дорого... Я к тому, что если человек хочет работать с тобой, он может заплатить эти деньги. Если он хочет просто в твоём агентстве с теми людьми, которых ты сама выбрала, у нас там на свой... Если ты их как-то протестировала, он может рассчитывать на меньшую сумму. Да, то есть мы как раз сейчас разрабатываем пакеты, то есть разные, чтобы это стало доступно людям. То есть моя задача какая? То есть я вообще зачем это агентство сделала? Потому что меня всегда гложило в жизни, почему... Почему музыкальный бизнес это настолько привилегированная индустрия? То есть почему считается, что если ты хочешь быть знаменитым, ты должен вот так выглядеть, у тебя должно быть столько денег, и ты должен вот так вот петь, и начинается вот этот вот список, что ты должен. А на самом деле ты ничего никому не должен, и ты имеешь полное право, если тебе 45 лет, и ты Елена, которая живёт в Ужевске, ты полное право имеешь пойти, записать себе песню, ещё и выпустить её. Ты сейчас создала агентство, чтобы почаще диригировать своих клиентов, которые к тебе приходят. И у меня есть тайное подозрение, что это делается для того, чтобы свою энергию больше сохранять в себе, потому что, на мой взгляд, ты включаешься так сильно к человеку, чтобы написать ему песню. Вообще, мне кажется, да, творческий человек не может без этого написать песню. Что если ты будешь всем людям, не важно, за какие деньги, даже если ты будешь 100 тысяч долларов забрать за песню, ты закончишься через полгода, если ты к каждому будешь погружаться, кто к тебе приходит. Правильно ли я считаю, и для этого тебе нужно агентство? И насколько у тебя забирает энергию каждое взаимодействие с твоим клиентом? Я открыла агентство не чтобы делегировать. Делегировать — это как хороший инструмент для того, чтобы функционировать в предприятии, в принципе, в делах. Я открыла агентство, так как это то, что я искала всю жизнь. Сама иногда мне было 15 лет, и я была девочкой в Ростове, которая просто писала песни, но понятия не имела, что с ними делать. Я искала такое место. То есть существуют что-то, существуют лейблы, которые выбирают только каких-то супер, в их понимании, сочных и отборных людей, у которых есть критерия. То есть лейбл — это закрытая территория, ты туда не придёшь просто с улицы. Либо есть уже всякие люди, которые, если они тебе помогают, то, по сути, просто очень много хотят твоих финансов, но не хотят никак вкладываться. То есть они такие, мы тебе напишем песню, а по сути они вообще энергетически ничего не хватают. И не было такого места, куда бы я могла прийти и сказать, ребята, вот хочу петь, что ж мне делать-то? И поэтому я открыла это агентство, по сути, для тебя, для вот той наследней Настеньки, которая не знала, куда идти. Я хотела такое место, где я могу прийти, и ей всё объяснят, всё покажут. Если я пишу песни, мне помогут, допустим, сделать ещё лучше. Если я не пишу песни, то за меня их напишут. Если я, допустим, не понимаю, как двигать свою музыку, мне зададут инструменты, скажут, вот, в общем, через эти полмускайся, вот здесь порочи так сделаю, и тут вот всё. А самое главное, я хотела, чтобы кто-то пришла, и людям было не всё равно. Понимаешь, я готова была даже платить деньги, ну, не даже, я готова была платить деньги не своих 15 лет, да, допустим, родители готовы были вкладывать в моё творчество. Они просто даже не могли понять, куда идти и что делать. И я поэтому открыла агентство, потому что я стала вот именно тем человеком сейчас, которому ты можешь прийти, и который тебе покажет, за ручку возьмёт и скажет, смотри, вот так, вот так, вот так. То есть просто всё как есть. Я там не продаю какие-то мечты, знаешь, что придёшь, и мы тебе сразу напишем суперхит, это сразу, смотри, ты приходишь, и я тебе говорю, смотри, у нас вот такая стратегия, вот такая система, вот такие результаты можем добиться, вот такое мы можем сделать, вот такое мы не будем делать, я всё рассказываю и обучаю тебя. То есть ты получаешься, получается, и понимаешь, что делать сам, и у тебя есть поддержка, что самое главное. То есть мне очень важно, чтобы всех своих артистов я поддерживала обязательно. То есть, ну, чтобы люди чувствовали, что есть вложение энергетическое. И отвечая далее на твой вопрос, да, действительно, то, как я вкладываюсь в людей, то есть у меня либо вообще всё, либо абсолютно ничего, то есть у нас такие качели сильные. Вот. И да, действительно, у меня поэтому и по телу образуются вот эти все, ну, вот эти все фигни, знаешь, такие жёсткие, по всему телу. Просто потому, что я настолько сильно погружаюсь в своих клиентов, в своих артистов, то всё. Ну, типа, вот я знаю, что у нас там сейчас премьера у девушки 29-го числа, 29-го марта, мы там много чего делаем, 26-го у меня ещё две, прекрасная леди выступает, презентует наш трек, и я всё знаю, мне везде не всё равно. То есть я искренне полею за каждого своего артиста, я искренне смотрю там, что они выпускают, какие видео, какие клипы, всё-всё-всё, мне это вот очень важно. И да, это жёсткое здоровье вы получили за это. И именно поэтому я делегирую сейчас, потому что я понимаю, что только максимальное включение, ну, я реально покончусь. Поэтому я нанимаю людей, которым так же не всё равно. То есть сейчас у меня есть сонграйтеры, которые там пишут песни клёвые, хорошие, и вот когда я им даю ДЗ, я вижу, что, ну, как бы это слышно, что человек реально вложился. То есть я же людей ещё и интервьюировала, понимаешь? Ну, в общем, да, чё-то вопрос. Я сейчас открыла это агентство, потому что оно вышло за масштаб у меня, и да, я делегирую, но я всегда смотрю, чтобы люди, которыми я делегирую, им было так же, но всё равно, как и мне. то есть мой аранжировщик главный, он вообще всё равно с ума сходу, я хочу сделать. линь, это, я тебя очень понимаю, потому что, например, закадом всё сносит Влад, который в этот канал вложил, ну, он очень много для меня сделал, в том плане, что он меня учил вначале, я же была пишущим журналистом, я никогда на камеру не работала, и он настолько верил, что ты всё классно, не получилось, ничего, ничего, а у меня там десятый дубль, всё говно, ничего страшного, и очень важно, что человек заинтересован. Поэтому даже когда у меня артисты записываются на студии, то есть когда они дистанционно это делают, мне важно, если это, допустим, Москва, да, у меня в Москве есть своя студия, не своя студия, а студия, с которой я работаю, есть в Лос-Анджелесе люди, которые записывают, то есть мне ещё важно, где человек записывается, потому что нет, у меня были такие моменты, где человек, мы написали клёвую песню, человек пошёл на студию, там вообще, ну, то есть там человек максимально не заинтересован, неинтересован, ещё и какие-то установки наложил на человека лишний, что человек что-то не со слезами выходил на глазах, зачем мне вся эта музыка? Я такая, ну, то есть, думаю, блин, как можно вообще вот лишним словом просто взять и перечерпнуть все? Поэтому, да, ну, то есть, должны быть включенные люди. У меня жесткие отборы. Я говорю, ну, ребят, прям, слушай, вообще. Ну, просто можно, опять-таки, да, я резюмирую, что, приходя в твое агентство, даже если не к тебе, можно понимать, что здесь все равно частичка Настей будет в этом треке, в этой песне, и, как бы, ну, не просто, что ты отдала кому-то там делается, а что ты все равно это все проводишь через себя. На данный момент, да, на данный момент сейчас все происходит через меня. Я не знаю, где я буду находиться через год, то есть, не знаю, насколько сильно это разрастется, то есть, раньше я вообще одна пульс написала, потом сейчас, да, у меня есть команда. На данный момент все проходит через меня, то есть, я делегирую вещи, которые, там, ну, коммуникация, кому-то скилл-пинусовку, какие-то договора. Вот это я все делегирую, знаешь, там... Ну, в общем, я отвечаю за видения. За видения и за то, что человек чувствовал, что им занимаются, и все клево. То есть я веду проект. А все остальное уже точечно там скоммуницировать, аранжировку сделать, вот эти все вещи уже делают другие люди, которым я доверяю и знаю делать хорошо. Получается, сразу после переезда сюда начала зарабатывать именно музыкой? Да. Блин, это идеальный путь, потому что многие... Я об этом часто говорю, потому что, к сожалению, не все блогеры, вещающие об Америке, рассказывают, что многие здесь теряются, потому что они уходят зарабатывать что бы есть, и могут терять себя вот то, что им хочется заниматься. Я вчера буквально об этом рассказала в Инстаграме, через какие работы я там прохожу, и проходила в особенности. И как это может сломать тебя? И классно, что у тебя была возможность сразу заниматься, что ты не забросила это. У меня просто виза была сразу. У меня виза у Вадима, она мне не дает ничего. А я очень сильно, так и визуэтный экран, я вообще с теми никак не стараюсь не ругаться. И как написала, так я и делала. То есть меня ограничили сингер-сомбрайтер, значит, я все полиция-композитор. Но типа я официально не могу быть. Я знаю, что люди делают под стол, и я нет. Я знаю, я фига-зерон, понимаете, так и нам нельзя делать ничего вот этого левенького, эти подстольные подработки. Ну, нет. Я просто делаю, думаю, а как? Заработать музыкой. А в этом-то и прикол. Люди-то, я понимаю, что люди приезжают, и они сразу получают, значит, начинают, наверное, главную ватру с другими путями. Я очень сложно за это ухожу. Это прям моя боль. Потому что это как... Это в какой-то степени это изи-майли. Это легкие деньги. Это как люди, которые работают на... Это не легкие в плане, это не легко делать это дело. Но, то есть... Тебе понятно там. Тебе понятно. Ты пришел, и тебе сказали, ты заработаешь, допустим, с этой работы, с доставкой, допустим, за 200 долларов. И все. Тебе не нужно придумывать, не нужно устраивать стратегии, как сделать свой бизнес. Понимаешь? То есть это очень тяжелая физическая работа, да? Допустим, на бубинге ребята работают. Ну, или официантами начинают работать. Это реально, ну, это сложная профессия. Но с какой-то стороны это еще и такая ловушка. Потому что это простые деньги. Понимаешь, о чем я? То есть физически непростые. Я недавно об этом думала, потому что я очень медленно выхожу из этого всего. Я об этом честно говорю. Я, ну, думаю о том, что, да, я уже знаю здесь пути, как я могу так заработать, условно, да, чтобы не умереть. Но в свое тяжело приходить. Но при этом на своем тоже деньги приходят. Ну, просто они приходят очень редко. Ну, не так, знаешь, хотелось бы. Не так, что ты можешь построить свои деньги. Но опять-таки я понимаю, что прикладывая усилия, получая не только входящие, но прикладывая усилия на исходящие. Ну, можно тоже делать. Ну, просто. Короче, такой баланс, знаешь, тяжело в этом держать. Реально все в голове, на самом деле. Правильно, все в голове. Но... Потому что из-за того, что я в творческой деятельности, у меня много друзей, которые шикарные артисты, клево все делают, и пишут музыку, и поют, но они почему-то работают официально. То есть именно из-за этого странно. Понимаешь, сейчас просто странно, что, а что я буду делать? А кому я нужен? А что? И что, что я пойму? И что, что я, типа, пишу песню? А кому-то нужно? И все, у человека это установка в голове. Они не упадут мне туда. Для них вот эта зона комфорта. Они знают, что они будут в понедельник, в четверг, в данный год, и, типа, официантам, официантам работают вообще так, как бы, нормальные деньги зарабатывают. Не за смену могут в 500 долларов вносить. И это реально просто изи-мани. Это было такое, как казино. Знаешь, пошел, типа, быстренько заработал. И... И опять-таки я сейчас не обесцениваю. Это тяжелый труд, и это сложно, но... Это ловушка. Или как тракт-драйвер. Это опять, видишь, из-за того, что ты погружена в другое, да, своим зарабатываешь. Это как, когда я, например, в Москве, у меня уже в итоге все стало на рельсе, и все получалось, и я все понимала. Но, возвращаясь в этом на 5 лет, на сутки, когда я начинала, как бы, это потом, да вот тебе вот эти шаги сделала, но ты уже знаешь, какие шаги сделала, знаешь, типа, условно. Тогда, когда ты начинал, ты не знал этого, и многие люди из-за этого теряются, в том числе. Потому что, знаешь, люди еще так думают, типа, вот, да, ну, то есть, от этой точки официант-артист, ну, ты можешь быть официантом-артистом, а почему он будет официантом? Ну, то есть, я точно так же понимаю, что жизнь, она такая штука. Если тебе нужно какой-то опыт пройти, ты его пройдешь. То есть, знаешь, тоже думают, ну, вот, все, пошло все по рельсам, ну, как пошло, так и может сойти. То главное, что, знаешь, ну, то есть, я работала официантом в своей жизни, много чего было. У меня много было моментов, где я прям взлетала, и все было классно, а потом прям падала, где, знаешь, я там зарабатывала-зарабатывала, а потом, я помню, как-то в одном месяце я заработала за месяц 600 долларов. Ну, типа, хотя до этого, типа, по 10к, ну, нормально, стабильно, каждый месяц. А потом, бац, типа, 2600 долларов, и все. И пару месяцев вообще жесть. И на самом деле выбираешься в любой ситуации. Просто выбираешься. И я ни в коем случае, опять-таки, ни в коем случае не осуждаю людей, которые вот работают на каких-то других профессиях, зная, что любят, хотят заниматься другим. Но просто я не знаю, насколько долго вот это вот воронье может в самом себе, может продлиться. И я тоже понимаю все обстоятельства. Ну, то есть, но это страшно, это стрёмно. А смотри, мы очень много говорим о том, что ты сонграйтер, что у тебя там агентство и так далее, но как певица ты строишь ли свои планы в дальнейшем? Потому что я тебя пока не услышала здесь, да, что ты в этом плане хочешь развиваться. И какую ты ставку хочешь на это сделать, что ты позиционируешь себя только, например, как певица или как певица и сонграйтер, но это же все равно баланс будет 50 на 50 условно, или только как сонграйтер, как тебе сейчас хочется себя в идеале видеть? Как я себя вижу? Слушай, я вообще я поняла в 2002 году, что я предприниматель, честно. Это мне пришло прямо в голову, я поняла, что на самом деле я просто такой нормальный бизнес-человек, я предприниматель. И я понимаю, как можно деньги заработать на разных стезях. В принципе, чем бы я ни занималась, я понимаю, что я зарабатываю. Вот. И я себя позиционирую как? Как артиста. Как артиста. Ну, интересно, в общем, да, я предприниматель, который делает деньги на творчество. В общем, я сейчас сама пытаюсь проанализировать, потому что я сейчас красиво говорила, знаешь, что вот люди работают, это так, да, я не занимаюсь, потому что боятся действия страхи, да? А я на самом деле примерно то же самое делаю, только в других условиях. То есть я занимаюсь сонграйдингом, потому что тоже комфортно максимально, и хорошо это делаю, и это приносит доходы, и это все клево. Вот. А хочется сейчас направиться именно на артиста больше. Но это тоже, знаешь, типа сонграйдинг, как такое безопасное пространство для меня, и поэтому, то есть, по сути, я вот это сказала, а сама я так же себя люблю на самом деле. То есть уходить в артиста тоже страшно, непонятно и так далее. Да. Ну, то есть я не вижу это, чтобы я пошла и ушла в артиста полностью, потому что я всегда буду писать действия, и я всегда буду рада это делать для людей. То есть это супер. Просто я хочу сейчас кокус сменить. И если раньше у меня сонграйдинг был 80-20, то есть 80% я занимаюсь сонграйдингом, 20% я что-то там делаю для себя, то сейчас я хочу сделать это наоборот. Я хочу так выстроить свой гекс, то, чтобы оно функционировало, я бы поддерживала его там 2 часа в день, да, работала этим, а остальным я бы занималась именно своим творчеством уже. Ну, страшно, стрёмно. У меня в прошлом году, получается, я уже выходила на американский рынок с песней, мемочек выпустила в ТикТок американском, он залетел, сначала там 300, потом 500, потом по 5 миллионов видео набирали на ТикТоке на песню. Это было прям моей большой мечтой. Это всё и произошло. Я, по-моему, её выпустила, она называется Russian Hood, и, в общем, её выпустила, и через 3 недели началось то, что началось. И я, естественно, не смогла поэтическим своим взглядом продолжать продвигать свою песню, хотя она такие сильные показатели показывала, что я понимала, что 2-3 месяца я ещё её буду продвигать. И, в принципе, я могу с лейблами разговаривать тут на померике. И это было... Ну, я, естественно, всё. Я просто сломалась на год. А я прям в феврале прошлого года прям вернулась в артисты, прям всё делала, и всё получалось, как должно было быть. Да, ну, я бы её сломалась, ну, естественно. Ну, я не сломалась, я подломалась. Ну, мы все сломались. Ну, не буду говорить за всех, но мне кажется, что огромное количество людей просто из-за этого. Да. Ну, да. Но всё равно мысли возвращаться в артисты уже полномасштабно ты не оставляешь. Нет, нет, не оставляю. Но это надо уже сделать. Знаешь, это как, типа, всё, надо уже сделать, и всё, идти дальше. Хорошо. У нас очень такой, мне кажется, продуктивный получился разговор для тех, кто не в музыке, кто в музыке, кто только начинает. Поэтому хочется последнее спросить у тебя. Вот, ребята, сейчас большой поток приехал ребят, и очень хорошая выборка. Ну, грубо, да, может быть, это звучит, но выборка людей, которые сейчас переезжают из-за всех этих событий, потому что переезжают очень талантливые люди. Я здесь познакомилась с людьми, которые делали шоу на телевидении, которые, не знаю, режиссёры, актёры. Такая творческая интеллигенция. И они вынуждены переехать, очень резко, знаешь, всё поменять, и они тоже, наверное, в прострации находятся, как вам здесь действовать. И кто-то, может быть, думает о переезде, тоже их это останавливает. Вот можешь дать совет на путстве, какие-то слова просто, которые мотивация послужит для людей, которые в творческой профессии находили в своей стране и себя здесь не чувствуют верно, не знают, как развиваться. Ребят, это Лос-Анджелес. Это просто мерка. Меди, это Голливуд. Это, в принципе, эпицентр творчества. То есть, не нужно, не хочу говорить банальные вещи, типа, не нужно бояться, но здесь ещё больше возможностей. Ещё больше. Ну, то есть, и наше мышление за счёт того, что оно другое, потому что у нас другая история и другая культура, мы видим те вещи, которые не видят люди здесь. И американцы, на самом деле, они это ценят, потому что для них мы другие, мы особенные, потому что, не то, что особенные, мы просто другие, мы видим по-другому, мы можем всегда преднести что-то своё. Ну, что вам искать? Сначала идти в русской комьюнити, например, там начинать реализовываться и постепенно узнавать американский рынок. Вот как бы ты сейчас действовала, если бы? Ну, сложно, наверное, тебе в этом плане рассуждать, да, как бы ты с нуля действовал, но, тем не менее, если мы пофантазируем. Я почему? Я же так же действовала с нуля. Что людям здесь делать? Допустим, я приняла... Как начать, да, свою творческую реализацию? Возьмём музыканта. Первое, что делать, что я бы стала делать, это я начала выходить на мероприятия, общаться с людьми. И сейчас уже не ковид, поэтому просто чем больше ты ходишь и чем больше ты пытаешься интегрироваться в общество, это может быть и русская комьюнити, и американская. То есть я... Ну, в общем, есть такие люди, которые приезжают, и такие, мы не хотим общаться с русскими, да, допустим, или только с американцами, или приезжают люди, говорят, мы не хотим с американцами, мы боимся, мы только с русскими. Мне кажется, клёво, когда ты просто общаешься со всеми, на самом деле, никак себя не ограничиваешь, просто, не знаю, начнешь общаться с людьми, просто ходишь постоянно на тусовки, тут познакомился с одним человеком, там познакомился, даже если ты английский плохо знаешь, блин, здесь много иностранцев, всё равно можно общаться с американцами, они очень дружелюбны. Просто идёшь и показываешь себя, что ты можешь. Если ты в России смог чего-то добиться, если ты, в принципе, как личность когда-то в жизни смогла чего-то добиться, значит, ты ещё раз можешь добиться. Если я тебя останавливаю. Как ты считаешь, вот я сейчас, у меня есть группа мастер-майнда, в которой мы разбираем вот как раз страхи, страх осуждения, страх проявляться, мотивации, это дают каждому задание на неделю, что я поняла по всей этой группе, взрослые люди пришли, которые уже состоялись в профессии и так далее, не пришли люди там после школы, взрослая аудитория. И что я увидела, даже находясь здесь, зная язык и так далее, у многих страх приходить на мероприятие и говорить. И у меня тоже есть такое. Я вот сейчас точно решила, что я больше так не буду и вчера даже проспичила себя фотографу, что я, Лена, я занимаюсь вот этим вот этим, если вам нужна помощь вот в этом, вот в этом, вот в этом, я могу вам помочь. И что очень важно, не просто сказать, там условно, я занимаюсь ютубом, точка. А прям понять, да, прям иметь в своей голове, да, структурировано, как ты можешь себя презентовать. Если тебя вот так ночью разбудят, ты как презентовала себя, потому что часто люди могут тебя искать. Может быть, им кто-то нужен, кто ютубом делает, не понимает, как это делать, грубо говоря, или там в своей профессии и так далее. И вот я поняла, что на самом деле это нужно прям проговаривать, что приходя куда-то, делайте спич о себе, не надо стесняться каждому человеку. Три секунды проспичили, вас запомнили, кто-то там через год вспомнит, а, у меня вот был контакт, вот этот человек. Я знаю, что могу здесь посоветовать. Ну, во-первых, называется elevator speech, что означает с английского типа речи из лифта. Ну, то есть, есть у тебя примерно 11 секунд, и на 31 секунд, и здесь 11 секунд, чтобы себя представить, чтобы человек понял, как ты можешь быть ему полезен, зачем тебе, зачем ему к тебе обращаться. Вот, я понимаю, что это может быть некомфортно, то есть, мне в голове, когда мне что-то некомфортно, я всегда превращаю это в игру. То есть, что я такая думаю, окей, мне это некомфортно, ну, то есть, мне надо себе врать тоже, ну, то есть, зачем врать, просто признаешь, что тебе некомфортно говорить о себе, но ты понимаешь, что тебе нужно это делать для того, чтобы состояться. Все, окей, по факту, все, а мы признали себе, это первый шаг, знаешь, ты не начинаешь, типа, да нет, мне тоже некомфортно, да нет, зачем мне это, просто принимай. Тебе некомфортно, но делать надо, все, потому что, потому что, признала по себе, дальше просто простравишь в голове, можно уделить 15 минут времени, чтобы просто реально прописать себе на бумажке. Не заучить этот текст условно. Просто заучиваешь, как будто наш, ну, стандилиза, и смотришь по тайне, вот один, типа он 15, ну, чтобы не долго было. Просто, я, например, я пишу песни для себя и других артистов. Вот, у меня есть свое санграйтерское агентство. Еще у меня, короче, в ТикТоке миллион, но здесь, смотрите, клево. Люди любят цифры, люди любят, что вы по существу, что конкретно, как, что. И все. И потом просто можно это в своей голове как игру делать. То есть, типа, каждый день ты себе ставишь цель, что каждый день я должен трем людям сказать, кто я такой. И ты просто конешь, и когда ты даже дома сидишь, ты такой, блин, ну, надо хотя бы как-то написать в Инстаграме, просто потому, что у меня челлендж. Просто реально клево двигаться челленджами, когда ты устраиваешь челлендж самим-самой. И все, и просто делаешь. И когда ты к этому относишься как к игре, а не серьезно, типа, боже, я Настя, у меня нужны, короче, клиенты, как страшно, да? Ну, нет, не клево. А когда я такая думаю, так, как Настя играет в игру это то, что нужно моей аудитории, я очень хочу им в этом помочь. Вот. Все. Все, спасибо большое за этот разговор. И, ребята, я, конечно, вот плохой в этом плане человек. Я не говорю вначале подписывайтесь на меня, но подписывайтесь на канал, на меня, на Настю. У нас очень много интересного, полезного. Выходит, можно замотивироваться, вдохновиться. И если вы смотрели до конца, до этой секунды, вы большие умнички, я вас очень благодарю. Пишите комментарии, инсайты, выкладывайте, шарпи, давайте друг другу помогать и поддерживать. Кто это не может. Все. Супер, благодарны. Пока-пока.